Могилёв прошлого века, советских времён. Кажется, это было так недавно и уже так далеко. Ведь таким наш город уже не помнит новое молодое поколение могилевчан. Областной центр за последнее десятилетие поменял свой облик, стал другим, современным, но всё же у него остался тот же характер, стиль и обаяние. И очень приятно, что Могилёв всё так же любят творческие люди. Самое красивое, что я сфотографировал, это я снимал свой родной Могилёв. Георгий Захарович Донтик – известный могилёвский фотохудожник, старейший участник Народного фотоклуба «Радуга». Выставка работ Могилёвском музее этнографии приурочена к 80-летию фотомастера. Она называется «Вспоминая о прошлом и думая о будущем». С самого детства занимался я фотографией. Вот. Почти что с 15 лет. Вот. Я сам коренной могилевчанин, коренной. Мой прадед родился в городе Могилёве в 1850 году. Чёрно-белые снимки – это фотографии, сделанные в 60-80-х годах прошлого столетия. В них заключена атмосфера того времени. Горожане на разных мероприятиях, а также уголки Могилёва, которые давно изменились. Вот интересный снимок кинотеатра «Родина», который вскоре обещает премьеру широкоформатного фильма «Свадьба в Малиновке». Это 1968 год. И в Комсомольском сквере стоят ещё совсем другие скульптуры. А вспомните ли вы, ну или ваши родители, где находился этот фонтан? Его уже нет, а был он в центре Могилёва. В 1980 году в Буйничах под Могилёвом состоялось открытие «Камня памяти Симонова». На церемонию приехала делегация писателей. Среди них, конечно, вы узнали, был и Роберт Рождественский. А здесь Днепровский мост, ещё без уже привычных нам Воробьёвских львов. И дворик где-то на Ленинской, и эти милые дети – давно уже очень взрослые люди. Всё это снял Георгий Дондик. «Для меня фотография – это, как говорится, моё хобби и моя жизнь. Я фотографии всё время с фотоаппаратом». Георгий Захарович говорит всем, что его жизнь удалась. Он родился в Могилёве, был строителем и педагогом, уезжал на 20 лет на север, а потом вернулся в родной город. Его цветные фотоснимки – это уже снятые в наше время, в городе и на даче. Его по-прежнему привлекает город и особенно родное Заднепровье. На выставке о прошлом и будущем Могилёва около полусотни работ. И каждую можно рассматривать, узнавая места родного города и увидев, как всё меняется вокруг. Но внимательный зритель подумает и о будущем. Что же можно взять в него из прошлого? Сам Георгий Дондик сразу говорит – взял бы с собой красоту. «Чтобы были и люди красивые, и посудки были красивые, и всё было красиво и хорошо». А вы считаете, что сейчас некрасиво? «Нет, почему? Я считаю это хорошо. Ну, если лучше, ещё было бы лучше». Могилёв – наш город, и хочется верить, что тревожное время пройдёт, а мы, могилёвчане, будем жить и радоваться жизни. Такое и пожелание людям от могилёвского фотомастера. Пожелал бы я всем могилёвчанам самое главное – хорошее настроение. Чтоб все люди и пожилые, и молодые улыбались.